Питер Паркер получит новые шмотки во втором фильме про Человека-паука. В декабре 2018-го на бразильском Комик-коне был представлен новый костюм стреляющего паутиной супергероя для продолжения фильма Возвращение домой. Удивительным стало то, что новый чёрный костюм Человека-паука разработан для стелс-режима, и мы увидим его в действии в июле 2019-го. Уже не в первый раз Питер Паркер обновит свой гардероб для киновселенной Марвел. В Человеке-пауке Возвращение домой, в первом фильме Тома Холланда, его персонаж носит совершенно не высокотехнологичный костюм, и лишь потом Тони Старк дает ему свою новую разработку. На тот момент это был самый прокачанный костюм Человека-паука, который мы видели на большом экране. В него даже был встроен искусственный интеллект, как в Броне Железного Человека. – Эй, Суут-лэйди, я как-то чувствую себя плохо называть Суут-лэйди, ты знаешь? Я думаю, что я должен тебе назвать имя. Но если в первой части фильма Тони Старк сыграл довольно крупную роль, далеко не факт, что его персонаж появится в фильме Вдали от дома. Однако отсутствие Железного Человека в этом фильме наводит фанатов на мысли о том, что Старк выйдет из игры после Мстителей Финал. До фильма Вдали от дома ещё много времени, и многое может измениться в киновселенной Марвел. Как минимум вопрос в том, как Питер вернётся к жизни? По большому счёту, сам факт существования этого фильма является спойлером. Судя по всему, в новом фильме Человеку-пауку будет помогать не Старк Индестриз, а бывшие агенты Щ.И.Т.а Мария Хилл и Ник Фьюри. А учитывая, что они сами являются супершпионами, не мудрено, что они могли придумать для Питера новый стелс-костюм. На контрасте с ультра-технологичным костюмом Железного Паука, который мы видели в Мстителях Война Бесконечности, стелс-костюм выглядит скорее шагом назад. Размытые фотографии костюма ходили по интернету ещё с начала съёмок фильма, но теперь нам официально показали его новый внешний вид. На свежих фотографиях мы чётко видим новый костюм, который будет использовать Питер. Новый чёрный костюм не имеет практически никакой связи с чёрным симбиотическим костюмом, а также он намного менее технологичный, чем стелс-костюм из игры на PlayStation 4. Внешний вид этого костюма говорит о том, что в нём много слоёв и тактических примочек. Мы чётко видим его бронежилет, который закрывается обычной молнией, и классические очки Паука. Если присмотреться, можно заметить подкладки на бёдра, защитные сапоги, перчатки без пальцев и прикольные чёрные веб-шутеры. В отличие от наикрутейшего костюма Железного Паука, нечто подобное смогут собрать любые подростки, что даст волю любителям косплеев. Но кроме обновлённого внешнего вида нам ещё ничего не показали. Мы не знаем совершенно, каким будет сюжет нового фильма, но действие его точно будет разворачиваться в Европе вдали от Дома Человека-паука – об этом говорит само название. А также мы знаем, что Джейк Джилленхол будет играть противника юного Мстителя, известного под именем Мистерио. Помимо этих намёков, мы ничего не знаем про сюжет грядущего фильма – ещё не было ни трейлеров, ни тизеров. Можно лишь предполагать, на какую тайную миссию отправится юный герой. Может быть, Человек-паук проберётся в какое-то секретное здание? Или же он будет бегать по всей Европе, укрываясь от врагов? Это всё лишь догадки. И пусть мы не знаем, какие приключения ждут Паука на этот раз, мы с уверенностью можем сказать, откуда дизайнеры черпали своё вдохновение. Очевидно, что его костюм был придуман под впечатлением от персонажа по имени Человек-паук Нуар, который появлялся как в комиксах Марвел, так и в грядущем мультике Человек-паук через вселенные. Но хватит об этом новом чёрном костюме. Интересно, что произошло с обычным одеянием Паркера? В октябре 2018-го Том Холланд появился в обновленной версии классического костюма на шоу Джимми Киммела. Это приятный новый дизайн, но выполненный в классическом красно-синем формате, который совершенно не похож на чёрный. Ничего подобного мы ещё не видели. Он не похож на симбиотический костюм из трилогии под руководством Сэма Рэйми. Но пусть даже внешний вид паука снова очернится, мы уверены в том, что душа его останется светлой. Зрители сейчас явно не хотят видеть тёмную версию любимого супергероя.